На турнире памяти спортивных журналистов эмоции не только от футбола, но и от встречи с коллегами-единомышленниками, которые освещают спортивные события края. Я думаю, что Виктор Николаевич Горлов, ну как он на том свете сейчас у нас, был бы счастлив, если бы там узнал, что этот турнир продолжается. Он очень дорожил этим турниром. И в свое время, когда он учредил этот турнир, в 2015 году он хотел отдать дань памяти тем людям, с которыми он работал. В борьбу за главный кубок в этом году вышли четыре команды. На зеленый газон манежа вступили журналисты-телевизионщики, радищики и чиновники из сферы спорта. Среди участников и пять парней из сибирской медиагруппы. Мы не будем забывать, что сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память наших старших товарищей, наших коллег, которых уже с нами нет. Они для нас пример навсегда, поэтому этот турнир в честь этих людей. На протяжении нескольких лет журналистка Эдерби, противостояние сибирской медиагруппы и Алтопресса. Вот и в этом году в финальном матче те же команды. Кто же возьмет золото? Два года назад оно досталось нам, год назад соперникам, а сегодня ничья 0-0. По числу очков на этот раз нам достается серебряный кубок. Зато укрепилась дружба и взаимное признание. Одно дело – острить словом, другое – доказывать делом, что спорт – это и сила, и ум, и взаимоуважение. Дмитрий Дроздов, День с толком. Продолжение следует...